Я обожаю кустарные э-магазинчики. Они могут торговать чем угодно. Одеждой, косметикой, украшениями, экологическими товарами или самодельными куклами. Цены не кусаются и люди постоянно заказывают. Я мелкий предприниматель. У меня есть э-магазин. Мы продаем экопродукцию, популяризируем стабильное хозяйствование. У нас много... было много клиентов по всему миру, и рынок сбыта расширялся, в то время как ограничившиеся Эстонии конкуренты едва сводили концы с концами. Меня не интересует, кто именно владеет магазином. Я просто выполняю свою работу. Это легко. Мое приложение сканирует разные модули э-магазина, отправляя специальные запросы. Забыли вчера обновить защитную программу? Теперь уже поздно. Конечно, я знала о необходимости обновлять программы. Но кто постоянно об этом думает? Все мы куда-то спешим. Нужно срочно отвечать на письма, заказывать новые партии товара, реагировать на жалобы. Обновление программного обеспечения никогда не было для меня приоритетным. Я даже представить себе не могла, что кто-то захочет нанести мне такой ущерб. Ничего личного. Все происходит автоматически. Я просто запускаю этот процесс. Мелкие уязвимости в защите легко находятся. Я точно не знаю, как и когда именно это случилось. Но данные наших покупателей стали утекать из базы данных сайта в чужие руки. Пару недель назад мне позвонил следователь и сообщил, что наша фирма упустила данные более чем тысячи человек. Когда черный ход не заперт, ты сам виноват в том, что чужак вторгается в твой дом. Это выяснилось в ходе тщательного расследования. Мне было очень стыдно. После опубликования новости все пошло наперекосяк. Нас завалили отрицательными отзывами. За первую неделю объем продаж сократился на 80%. В конце второй недели он сократился на 60% по сравнению с первой неделей. Сегодня я должна принять трудное решение. Закрыть магазин или чахнуть дальше. Идет борьба за выживание. Побеждают хитрые и умелые. И вот еще что. Я просто передаю данные дальше. Выполняю свою работу и получаю зарплату. Дальнейшая судьба этих данных меня не касается. Говорят, что похищенные данные кредитных карточек оказываются в распоряжении преступных организаций. Там на деньги моих клиентов будут покупать онлайн всякую дребедень для перепродажи, в том числе подарочные карточки. Во что в итоге будут вложены украденные средства, нам этого знать не дано. Продолжение следует...